Сегодня день Пятидесятницы, день празднования и излияния Святого Духа на земле. И сегодня я хочу попроповедовать на такую тему. Встану рано. Это взятое из псалтыря. Сегодня я очень рано встал и вспомнил этот стих и решил его открыть и прочитать вместе с вами. Псалом 56. В Болгарской Библии он идет со смещением. В Болгарской Библии я могу его изместить. Или 55, или 57. Может быть, 57 глава. Да. Да, возможно, на Болгарском 57. Попробуйте открыть. Нет, это 56 открыли. А надо 57. Там начинается так, что начальника хора не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. А, да, 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 да. Дальше продолжаю. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя. В тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Возову к Богу, Всевышнему Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня. Посрамит ищущего поглотить меня. Пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышащих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы копии стрелы и у которых язык острый меч. Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла. Выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое в Божие, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь славу мою, воспрянь псалтыри гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами. Буду воспевать Тебя среди племен. Ибо на небес велика милость Твоя, и до блаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий, и над всей землей да будет слава Твоя. Аминь. И вот этот 56-й псалом, он начинается с того, что псалмопеец Давид уже помазан на царя, но пока еще не царь. Саул все еще царь. И он возненавидел Давида. И хотел его убить. И преследовало его. И Давид скрывается в пещере. И вот его такая песня. Он встает очень рано. И что он начинает? Он начинает прославлять Бога. Начинает воздавать Ему славу, хвалу. Призывать Его защиту и милость. Возлагает на Него все свое упование. Вы знаете, царь Давид его можно смело назвать человеком, который был по сердцу Бога. И который задолго до сошествия Духа Святого. Знал Духа Святого. Был Вадим Духом Святым. Слышал голос Божий. И именно он написал практически весь псалтырь. И мы сегодня его можем еще так смело называть, что это молитва слов. И можем смело догонаричивать молитву надумить. Потому что многие читают это как молитвы. За что-то много хора бы считают за молитву. И поэтому я сегодня вот так вспомнил царя Давида. И за то, что я сегодня сегодня вспомнил за царя Давид. Но сегодня моя тема, она больше о том, как мы вообще склонны реагировать. Вот сегодня мы имеем Святого Духа. Царь Давид не был кричен Духом Святым. Он не молился Духом. Но он очень близко знал Бога. Мы сегодня кричены Духом Святым. Но мы часто не реагируем так, как Давид реагировал. Очень часто впадаем в скепсис. Неверие. Депрессия. Апатия. Что делать? И начинаем бегать, метаться. За почвами, да бягами, да сочурим. И я сегодня проснулся. И опять у меня не было проповеди. И я спросил у Господа, Господи, о чем проповедовать сегодня? И вы знаете, у меня есть очень хороший такой совет. Который мне дал один пастырь. Мой пастырь очень давно. И он мне когда-то сказал, что если ты не знаешь, о чем проповедуешь, смело проповедуй об Иисусе Христе. Говори, что он говорил. Проповедуй то, что он проповедовал. И я спросил. Вот как бы Иисус Христос реагировал бы, находясь в сегодняшней ситуации? Вот сегодня вот в этих слухах, обманнах, лжи, пропаганде, военных действиях, братоубийственной войне. Я открою известное место. И еще утворю одно известное место. Евангелие от Марка. Евангелие от Марка. Четвертая глава. Четвертая глава. С 35 стиха. Утрисий и пяти стих. И просто прочту. Вечером того дня сказал им, переправимся на ту сторону. И они, отпустив народ, взяли его с собой, как он был в лодке. С ним были и другие лодки. То есть представьте о том, что была одна лодка с Иисусом Христом. Машин на лодья с Иисусом. И эта лодка была наполнена апостолами. Хотя беши полно с апостолами. И были еще другие лодки. Как имаши и другие лодьи. В которых были тоже люди. Помнились из других хора. Которые хотели плыть за Иисусом. Хуй туисках одоследоват Иисус. И из 37 стиха. И у 37 стих. И поднялась великая буря. Волны били в лодку так, что она уже наполнялась водой. А он спал на корме, на возглаве. То есть он спал впереди. То есть пишут пред. Его будят и говорят ему. Учитель. Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем? И встав он запретил ветру и сказал морю. Умолкни, перестань. И ветер утих. И сделалась великая тишина. И сказал им. Что вы так боязливы? Как у вас нет веры? И убоялись страхом великим. И говорили между собой. Кто же сей? Что и ветер, и море повинуются ему. Аминь. Вы знаете, это вот точно такая же ситуация. Иси Гаймой, мы слышим, что это ситуация? Ученики плывут в лодке. Ученики плывут в лодке. И поднялась страшная буря. Я думаю, что все лодки, которые были рядом, их просто разметало. Люди были просто в панике. Что делать? Мы погибаем. Но что происходит с нашим учителем? Что с Иисусом? Он как будто бы спит. Ему как будто дела до нас нет. Он просто заснул на корме. И спит мирным сном. И они начали его тормошить. Начали будить его. И говорили, учитель, неужели тебе и дела нет? Мы тут погибаем. А ты спишь. Иисус проснулся. И говорит, неужели у вас нет веры? Встал и сказал. Буря умолкни. Ветер прекратись. И вы знаете, это все тут же мгновенно произошло. Вот трудно в это поверить, правда? Я видел много раз буря на море. Мы были с Наташей на берегу Атлантического океана. И попали в настоящий ураган. И попали в настоящий ураган. На самых высоких скалах. На высоких скали. Клифф Мохерс. Волны разбивались и поднимались на такую огромную высоту. Вот представьте, один человек встает и говорит. Море успокойся. И море берет и успокаивает. Можно ли вот такую стихию успокоить буквально? Ну пусть за одну минуту. Или за несколько секунд. Но то, что человеку невозможно, Богу возможно? За Господа возможно. Правда ведь? И вы знаете, вот сейчас такая ситуация, что мы носимся, бегаем, паникуем. А Иисус как будто бы спит. Как будто бы Ему дела нет. О том, что идет война. Что кто-то погибает. И вы знаете, я вот так посмотрел на эту ситуацию. Ну, может быть, немножко по-философски. Может быть, по-философски. Я думаю, что Бог творил Вселенную. И миллиарды вселенных. Миллиарды раз. И Он прекрасно знает, с чего все начнется. И чем все закончится. Наверняка есть другие вселенные. И ученые тоже это доказывают. И учените Го доказывают. Где-то очень далеко. Някъде много далеч. За много светлых лет. За много светлых лет. Живут другие цивилизации. И у них происходит примерно такая же история. И се случва горе-долу същата история. Бог творит Вселенную. Че Господь сотворяла Вселенна. Для человека. За человека. Для живой души. За живата душа. И дает, как всегда, этой сущности. И давана тази сущности. Которая сотворена по образу и подобию его. Която е сотворена по нековия образ и подобие. Что дает? Какво му дава? Свободу выбора. Свободата на избора. Правильно? Така ли е? И кто-то принимает решение жить без Бога. А кто-то принимает решение жить с Богом. И вот те, которые живут без Бога, их судьба, она предрешена. Там все понятно. То есть будущего нет. Таких цивилизаций, которые существовали на земле, их уже было несколько до нас. И кто-то очень хорошо сказал, кто-то из великих, что ни одну великую цивилизацию невозможно было разрушить извне. Пока она не разрушила сама себя. Самостоятельно. Изнутри. Вот такое интересное выражение. И много цивилизаций, вот такие, как ацтеки или вавилонская цивилизация. Они не были разрушены снаружи. Они просто когда-то достигли пика цивилизации. Очень сильно возгордились. И потом начали очень сильно деградировать. И эта цивилизация, она разрушилась. И тази цивилизация се разрушила. И о чем я говорю сегодня. То есть история, человеческая история, она всегда повторяется. Человечката история винаги се повторя. Те, которые без Бога, они живут четко по программе. Те живут по спортивной программе. И, конечно же, Бог эту программу знает. Будут у вас войны, и голод, и море, и болезни, и разрухи, и землетрясения. Потом будет мощное пробуждение. Моя благая вещь дойдет до края, облетит всю землю. И потом наступит конец. И след това ще дойде в края. Те, которые приняли решение за жизнь с Богом, они окончательно вернутся к Богу. Те, которые приняли решение, свободное решение, жить без Бога, они уйдут в то место, которое приготовлено для сущности, которые приняли решение жить без Бога. Все справедливо. Все логично. Вот и все. Поэтому Иисус и сегодня, Он предупредил. Мы можем сказать Иисусу, Иисус, прекрати эту войну. Мы не хотим войны. Но Иисус как будто спит, как будто не слышит. Он спит на корме. Потом Он просыпается. Неужели у вас нет веры? Но Иисус никогда не говорил о том, что Он может прекращать войны. Он говорил о том, что будут войны. Народ восстанет на народ. Вот это говорил Иисус Христос. И потом будет мор, и так далее, и тому подобное. Иисус еще говорил, что будет скорбь, но мужайтесь, потому что Я победил этот мир. Храните себя в совершенном мире. В совершенном покое. Ну, аминь или не аминь. Вот и вся программа. Поэтому ты можешь стоять или на той, или на другой стороне. Или на стороне безбожников, и паниковать, и имитаться, и просто сходить с ума. Или быть верующим, и хранить себя в совершенном мире. В совершенную радость. Я открою следующее место. Как реагировали апостолы или простые ученики? Как реагировали апостолы или увлекновения ученицы? Знаете, я, конечно, сегодня просто обязан открыть книгу «Деяния». Потому что сегодня праздник Пятидесятницы. Но я не буду зачитывать всю вторую главу. Я сегодня открою шестнадцатую главу. И расскажу, как родилась, прочитая, как родилась церковь в Македонии. И еще прочитаю, как родилась церковь в Македонии. Шестнадцатая глава с девятого стиха. Шестнадцатая глава у девяти стих. И была ночь увидения Павлу. Пристал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призвал нас Господь благовествовать там. И так, отправившись из Страды, мы прибыли в саму Фракию, а на другой день в Неаполь, оттуда же в Филиппы, там, где родилась церковь. Филиппийцев. Это первый год, город в той части Македонии. То есть, это было в Македонии, и там апостол Павел через какое-то время открывает новую церковь. Апостол Павел отварился дня к повремени и новую церковь в Македонии? В Македонии, в Филиппах. В этом городе мы пробыли несколько дней. В день же субботний мы вышли в город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там с женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем город Фиатир, чуть позже апостол Павел также открывает Фиатирскую церковь. И вот оттуда из этого города женщина именем Лидия, торговавшая Баграницу, ставшей потом знаменитой христианкой, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя, то просила нас, говоря, если вы признали меня верной Господу, то водите в дом мой и живите у меня. И убедила нас. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным. Представляете, как бывает иногда так небезопасно. Ну, встречаешь, вроде бы женщина предсказывает будущее, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом, и за нами она кричала, говоря, сиии человеки, рыбы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения. И смотрите, говорила-то она хорошие вещи об апостолах. Говорила правильные вещи. Но говорила она о этом духом бесовским. Понятно, что бесы хотели вот так просто каким-то крючком зацепить апостолов, что вот смотрите, какая благочестивая женщина. Ну, Павла был дар разрешения духов. С 18 стиха. Это она делала много дней. Павел, вознигодовав, обратился и сказал духу именем. Вот мне нравится, что Писание очень четко подчеркивает. Он не сказал этой женщине, он сказал духу, который был в нем. который в ней надо различать. Именем Иисуса Христа повелевать ее выйти из нее. И дух вышел в тот же час. Тогда, господа, ее видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силу и повеликли их на площадь начальников. Приведя их к воеводам, сказали, сие люди, будучи иудеями, возмущают наш город, проповедуют обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ так же восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками. И дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Можете вот себе представить, что вы в тюрьме, везде темно, холодно, сыро, на голову с потолка капает, там насекомые какие-то бегают везде, крысы, и твои ноги еще забиты в колодки, чтобы ты не сбежал. С 25 стиха. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, великое землетрясение, то есть это было хорошее такое землетрясение, тряхануло так, что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Потому что его бы и так убили бы, если бы узнали, что узники сбежали и тюрьма, двери открыты, то это трибунал. Но Павел возгласил громким голосом, говоря, не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он потребовал огня, вбежал в темницу, в трепете припал к Павлу и Силе. И, выведя их вон, сказал, Государе мои, что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедовали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. Взяв их, в тот час ночи он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его. И, приведя их дом в свой, предложил трапезу и возрадовался совсем дома своим, что уверовал в Бога. Аминь. Смотрите, какая победа. Павел еще тогда не был апостолом. Его только испытывали, могу так сказать. Другие апостолы отправили его в первое такое путешествие. могу сказать точно, что он не был признанным апостолом. И многие евреи его боялись. Христиане его остерегались, потому что апостол Павел гнал церковь. И когда-то и сам бросал в темницу верующих христиан. А тут сам Павел оказался в темнице. За веру в Иисуса Христа. За то, что изгнал духа. И хозяин этой женщины потерял доход. Но и не только за это. Потому что мы понимаем, читая Писание, что люди слышали, что он проповедует. И для римлян это было неприемлемо. И поэтому его хотели просто предать на суд. И это просто повлияло на то, что его посадили в тюрьму. И заковали в кандалы. И смотрите, что делает Павел и Сила. Он начинает славить Бога. А не начинает воспевать Господа. Такую радостную песню. Нормально, да? Мы бы пели бы в такой ситуации. Слава Богу за такую веру. И другие узники слушали их. Наверное, они подумали, что эти двое сошли с ума. Не знаю. Эдди был в тюрьме, да? Я был в тюрьме очень много раз. Я знаю атмосферу изнутри. И познаваем атмосферата от втри. Там сама атмосфера. Она такая демоническая. Достат демоническая. Очень тяжелая атмосфера. Много тежка. Демонизирована. Там тяжело находиться. Люди друг друга ненавидят. Хората се мразят. Есть какие-то определенные касты. Имам определения касты. Кто-то кого-то может просто взять и убить. Някой может да убить или да унизить. И вот в такой ситуации славить Бога. И в таковой ситуации да славиш Господь. Молиться. Да се молишь. Воспевать. Да пеешь. Ну вот реакция учеников Иисуса Христа. И какую победу это принесло. И каква победа донесет това. Как мы призваны, да? Как мы призваны. Реагировать в подобной ситуации. Да реагируем в подобной ситуации. И я открою следующее место. И спрошу всех нас. Как мы реагируем сегодня. Как реагируем не и днес. На все те вести, которые слышим. И прочту первое послание фессалоникийцам. И еще прочитаю первое послание. Фессалоникийцам. Солуня на болгарский проще. Солунцы. Да. Пятая глава. Пятая глава. С 12 стиха. Вот 12 стих. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших Господей, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью, заделая их. И будьте в мире между собой. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. Утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за злом. Но всегда ищите друг добра. Всегда ищите добра и друг другу, и всем. И смотрите, знаменитое. Всегда радуйтесь. Всегда радуйтесь. Независимо от обстоятельств. Всегда радуйтесь. 17 стих. Непрестанно молитесь. 18 стих. За все, за все, за все благодарите. Ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угощайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте хорошего, держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира, да, осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да, сохранится и без пороков пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и саватарит сие. Братья, молитесь о нас. Аминь. Слава Богу. Какие прекрасные стихи. Очень красиво написано. Но не так просто это исполнять. Еще тяжелее это понять. Но понимать ничего не нужно. Нужно просто или верить, или отказаться от своей веры. Но если мы верим, то мы всегда радуемся. Непрестанно призваны молиться. И как сегодня Александра начинала служение. С благодарностью. За все благодарите. Вот эта ситуация, какая бы она ни была в твоей жизни, она к чему-то хорошему. Она подводит тебя к тому, чтобы ты возложил все свое личное упование на Господа Иисуса Христа. И стал верующим. А не верующим. И вы знаете, вот критерий веры. Когда можно определить по человеку, верит ли он действительно. И это действительно очень просто. Когда человек пребывает в покое. То есть на него весь мир обрушился. Катаклизмы, беды. Он варивал вверху него всички катаклизмы, бедствия. Почему? Потому что он доверяет своему Господу. Потому что Бог всемогущий. И то, что человеку невозможно. Богу все возможно написано. Еще один критерий веры. Как можно определить, что человек верующий перед вами. Как можем да определим, че човек е верующий перед вами? Это радость. Несмотря ни на что, человек продолжает радость. как апостолы в темнице возрадовались. И есть очень много примеров в Библии, когда люди в самых стесненных обстоятельствах Даниила бросили в яму с львами. И львы не смогли его даже притронуться к нему. Потому что он был окружен Божьей славой. И хвалил Господа. Давид пишет о том, что я как бы среди львов нахожусь. Враги окружили меня. Но я все равно буду славить Господа Бога. Аллилуйя. И вы знаете, вот эта прекрасная вещь сегодня о том, что мы имеем преимущество колоссальное преимущество перед псалмопевцем Давидом. И я прочиту последнее место сегодня. И хотел бы призвать кого-нибудь из вас сегодня в день Пятидесятницы выйти рассказать, засвидетельствовать о Божьей славе в своей жизни. О том, что Иисус Христос и сегодня живой. Мы подружились, вот пока у нас были в гостях Руслан, Марина. Влад, Олег, Диенеги. И мы, конечно, переживаем за них, как они дальше. Они сейчас в Софии. Уже в Англии. А, уже в Великобритании. Значит, Руслан получил последнюю визу. А я за ними наблюдаю по Владу. Потому что Влад очень активный такой. Влад. Той много активен. Вот я в троллейбусе еду. И вот такая улыбка у него. Инстаграм всегда подумал во второле. Все лицо. Или вот я иду к храму. Или уйти вам к храму. И я вот так каждый день смотрю. И ставлю ему там лайки. И радуюсь. Значит, у наших все хорошо. Все рады вам, что значит. Все добре. Наталья Осипова уехала в Одессу к своему супругу. Наталья Осипова заминова в Одессу. Присвоил супруг. И мы тоже молимся. И мы благодарим Бога за то, что Он дает нам такую дружбу. И благодарим Господа за то, что я дала такого приятелства. Желание молиться друг за друга. Я прочту еще один псалом. Я начал эту тему. Которая называется «Встану рано». И еще один псалом я хочу прочесть. Который тоже можно смело назвать «Встану рано». Это псалом номер 107. Со второго стиха «Готово сердце мое Божие, «Готово сердце мое буду петь и воспевать во славе моей. Воспрянь псалтырь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо превыше небес милость Твоя и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес Божий. Над всей землей да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спасти десницу Твою и услышь меня. Бог сказал «Восвятились в своем». Восторжествую. Разделись с сихем и долиной тихов в размере. Мой Галаат, мой Манасия. Ефреем крепость моя, крепость главы моей. Иуда скипетр мой. Муав, умывальница, умывальная чаша моя. Наедома простру сапог мой. Над землею филистимскую восклицать буду. Секундочку. С 11 стиха. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? Не ты ли Божий, который отринул нас, и не выходишь в Божие с войсками нашими? Подай нам помощь в тесноте, ибо защита человеческая суетна. А с Богом мы окажем силу. Он не зложит врагов наших. И мы знаем, что царь Давид был великий полководец. И не знаем, что царь Давид был великий полководец. Практически всю свою сознательную жизнь он провел в войне. И к периоду царствования Соломона, своего сына, он завоевал столько золота, что на него можно было уже смело строить храм, который позже получил название храм Соломона. Потому что этот храм строил царь Соломон. И вот упование царя Давида мы видим по Писанию, что он очень рано вставал и начинал славить Господа. И давал ему обед, что он будет воспевать Бога среди племен. будет воздавать славу превыше небес. Это пятый стих. Превыше небес милость Твоя. И над всей землей да будет слава Твоя, дабы избавились возлюбленные Твои. Спаси десницу Твою и услышь меня. Царь Давид встает рано. Начинает воспевать Господу. И вы знаете, пути Господни настолько неисповедимы. Почему-то сегодня утром я вспомнил один такой уникальный фильм. И это произведение Алексея Толстого. И этот фильм он назывался «Хождение по мукам». Многосерийный фильм такой. Очень тяжелый, конечно, для восприятия. И там есть один такой момент, когда подполковник Рощин, я помню его фамилию, который имел очень мощную военную подготовку. И вот идет уже гражданская война. И потом уже революция. появились красные, белые. И русские воевали против русских. И украинцы воевали против украинцев. И белорусы воевали против белоруссий. И здесь, знаете, вот этот подполковник Рощин лежит с винтовкой на бруствере. И стреляет в красноармейцев. И это был очень хороший стрелок. За один бой он подстрелил десятки красных. И вот он стреляет, 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 стреляет. Убивает, убивает, убивает. А это православный человек. Красивый офицер. И вот он нацеливается на очередную жертву. И той си цели в предната жертва. А с другой стороны офицер Красная Армия. Офицер Красная Армия. И я помню даже как его зовут. И вспомним даже как се казва. Изваливаю по произведению Иван Телегин. И он целился в него. И той си цели в него. А это его друг. Который оказался на другой стороне. Очень родственная душа. Родственная душа. Они очень дружили. Те си были приятели. И ему его надо убить. И той трябва И вы знаете, вот в этой войне, когда брат восстал на сына, а на брата, а отец восстал на сына, потому что сегодня и на той стороне есть русские, и на той стороне есть украинцы. И это страшно, конечно. И нужно убивать своего сына, или убить своего отца, или убить своего брата, иначе он тебя может убить. И вы знаете, вот в этой войне, в этой мясорубке, я верю в то, что Господь продолжает свою работу. Какую работу? Вот задача Бога, вот из всего вот этого хаоса, выхватить душу человека, драгоценную и бесценную душу человека, которая захочет, чтобы Бог спас его лично, и призовет имя Господне. И скажет, Господи, спаси меня. Пожалуйста, спаси меня. И вы знаете, в этот же момент спасение приходит. Потому что Слово Божие говорит, всякий, призвавший имя Господне, спасется. И Бога, дорогие, и та, и другая сторона, которые сейчас обезумели в этом хаосе, и убивают друг друга. Но Бог ищет ситуацию, где он мог бы спасти еще, еще, еще одну душу. Давайте мы сегодня вот за это помолимся. Помолимся за то, чтобы очень много душ спаслось. Вот в этой войне. Я верю в то, что придет такой момент, когда чаша будет преисполнена. Когда много спасенных просто обратятся к Господу. Еще один такой исторический момент был. Вы, наверное, его помните. Это произошло на Рождество. Не буду говорить про армию. Одна армия стояла против другой армии. И это было 24 декабря. И пригласили какого-то певца. Которого попросили просто спеть. На 24 декабря спеть. Рождественскую песню. Какую песню? Это была Тихая ночь. И он встал и начал петь. И пришло такое сильное присутствие. Что эту песню подхватили. И та, и другая армия. Потому что эту песню знали все христиане. И на той, и на другой стороне. Христиане воевали против христиан. Страшно. Насколько дьявол может обманывать людей. Но знаете, чем эта ситуация закончилась? Наверняка знаете, да? Люди начали выходить из своих оков. Че хората започнали да излизат от оковите си. Петь вот эту песню вместе. Да пеет тази песен заедно. Потом пошли друг к другу. И начали обниматься. И започнали да се пригрышат. Слава Богу, правда? Слава на Бога. Дай Бог, чтобы и эта война так же закончилась. Нека тази война приключиться. Что така? Чтобы и та, и другая сторона. Да может и една, и другая сторона. Воспев песню. Пейки песен. Просто вышли из своих оков. Просто да излязат от оков. И пошли и обнялись. И это будет самая большая слава нашему Господу Богу. И самое большое свидетельство всему миру. Верим ли мы в это? Вот нужно в это поверить. И с таким сердцем помолиться сейчас. Давайте мы встанем вместе. Господь, мы просим Тебя. Пусть в этот день Пятидесятницы. Сила Твоего Святого Духа прольется. С еще большей силой. На всю территорию, где сейчас идет война. Просто окутая всех воинов. Вчера я услышал, что и очень много женщин уже воюют. Более тридцати женщин воюют уже с украинской стороны. Более тридцати тысяч женщин. И это тоже так страшно. Когда женщины берут оружие в руки. Господь, мешайся. Задействуй мощных капелланов. Влез в тази ситуации. Проповедников. Которые бы вышли и проповедовали бы Слово Твое. Пусть кто-то воистину встанет. И воспоет песню хвалы. Какой-то мощный христианский гимн. Чтобы и та, и другая сторона воспелит. И чтобы русский сегодня обнял украинцев. И чтобы русские на той, и на другой стороне. Просто примирились. Просто остановились. Только Тебе это возможно, Господи. Само за Тебе возможно. По молитве Церкви Твоей. Господь. Господи. Мы молим Тебя. Вступись. Заступи се. Ты приказал когда-то бури умолкнуть. Ты приказал когда-то морю затихнуть. Заповядал си на морето да стихне. Ты можешь сегодня приказать этой войне. И можешь днес да заповядваш на тази война. И она может прекратиться в один день. И тя может да спре в один день. Мы в это верим. И веруем в това. И верующему все возможно написано. Ты обещал, что даже если в горе, скажем, не извергнуться, то она просто переместится. Господь, мы так верим, Господь. И веруем в това. Аллилуйя. Спасибо тебе, дорогой Господь. Благодарим тебе, скопи Господь. Храни нас в совершенном мире. Научи нас радоваться во всех ситуациях. Научи нас радоваться во всех ситуациях. И благодарить Тебя за все. И да благодарим за всичку. Непрестанно молиться. И за все воздавать Тебе славу и хвала. Независимо от того, что происходит вокруг нас. Потому что мы Твой народ. Потому что Ты наш всемогущий Бог. И Ты можешь абсолютно все. И Ты, Господь, хранишь нас. Написано, непрестанно печойся о детях наших. Мы, как зеница ока Твоего. Настолько Ты оберегаешь нас. Насколько мы доверяем Тебе. Хвала Тебе, всемогущий Бог. Что мы под сенью всемогущего. Мы молились молитвой согласия. Во имя Отца и Сына. И Святого Духа. И народ Божий доскажет. Аминь. Слава Богу. Будьте благословлены. Давайте мы прославим нашего Господа. Если у кого-то сегодня есть свидетельство.